Всем привет! С вами канал Maros Live и с вами сегодня обзор новостей июля. Первая новость не очень хорошая. Правительство Чехии ужесточает карантинные меры. Опять заново Прага лидирует по количеству заражений. Короче, все начинается опять заново. В четверг, 1 июля, правительство Чехии решило ужесточить карантинные меры. Тем самым власти отреагировали на меняющийся тренд развития эпидемиологической обстановки. С 9 июля будет нововведение. Все вернувшиеся из-за рубежа жители, неважно из какой там зеленой зоны, оранжевой, красной, должны будут пройти тестирование на коронавирус и минимум 5 дней носить респиратор за пределами своего дома. В том числе и на рабочем месте. Исключение сделано только для людей, прошедших полный курс вакцинации, 2 дозы или переболевших COVID-19. Конкретные требования по тестированию и самоизоляции будут зависеть от страны, из которой вы вернетесь. Для государств с низким и умеренным риском инфицирования зеленых и оранжевых, будет достаточно сделать антигенный тест в течение 5 дней с момента приезда в Чехию. Кроме того, все возвращенцы будут обязаны на границе или заранее онлайн заполнить въездную анкету, то есть въездной формуляр. Одновременно работодателям запретят пускать на рабочие места сотрудников, которые вернулись из зарубежного отпуска и не прошли тест. Кроме того, с 1 июля первая полученная доза вакцины перестанет считаться подтверждением отсутствия у человека коронавируса. Признаваться будет только полный курс вакцинации, причем лишь через 14 дней после второй прививки. То есть теперь с названной даты человек с одной дозой вакцины уже не сможет ни сходить в кино, ни посетить ресторан. Ему придется или дождаться завершения вакцинации, или регулярно проходить тестирование на коронавирус. Так что вот такие вот, друзья, ужесточения. Приходим к следующей новости. С 1 июля вернуться в Чехию из России смогут не все иностранцы. Министерство здравоохранения Чехии выпустило расширенную версию постановления о включении России, Туниса и некоторых других государств в список стран с экстремальным риском инфицирования коронавирусом. Так сказать, черная зона. Накануне чешский Минздрав объявил, что с 1 июля запрещает жителям поездки в РФ, поскольку там серьезно ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Запрет касается как чешских граждан, так и проживающих в Чехии и иностранцев. Исключение сделано только для граждан России. Они смогут беспрепятственно выехать на родину. То есть кто желает выехать на родину, пожалуйста, уезжаем. Для остальных иностранцев и чешских граждан, если для поездки имеются неотложные мотивы, о которых должен быть уведомлен МИД Чешской Республики. То есть сначала нужно написать письмо им, они дают добро и потом только выезжайте. Если с выездом все предельно ясно, то с возвращением дела обстоят намного сложнее. С 1 июля Чехия запрещает въезд гражданам России и другим иностранцам, если они находились в стране с экстремальным риском инфицирования дольше 12 часов за последние 14 дней. Исключение сделано только для обладателей чешского ПМЖ, для членов семей граждан Чехии и членов семей граждан Евросоюза, для самих граждан ЕС и для участников аккредитованных и баллотических миссий. Для россиян с чешским ВНЖ исключение не предусмотрено. Таким образом, с 1 июля они не смогут вернуться в Чехию, если за последние 14 дней посещали Россию или другие страны с экстремальным риском инфицирования коронавирусом. И находились там дольше 12 часов. Эта информация содержится как в постановлении Минздрава, так и на специальном государственном портале, посвященном вопросам коронавируса. Так что, друзья, вот такие вот новости для россиян не совсем хорошие, поэтому придется либо сидеть в Чехии, ну либо кататься, опять же, отдыхать по Европе, либо, если вы езжаете, кто имеет ВНЖ, то назад дороги, к сожалению, с Россией нет. Есть, возможно, конечно, какие-то обходные пути, но об этом ничего не говорится. Ну и тем временем, Чехия временно закрывает визовые отделы своих консульств в России. Об этом Чехия объявила 1 июля о временном закрытии визовых отделов во всех своих консульствах на территории России. Это Москва, Питер, Екатеринбург. Они прекратят работу с четверга. Соответствующее сообщение появилось на сайте чешского посольства. Регистрация на подачу заявлений на оформление долгосрочных виз, долговременных пребываний, постоянных местительства отменяется. Визовые процессы тех, кто подал свои заявления на оформление виз до 30 июня 2021 года включительно, временно прекращаются. Также прекращается выдача ранее одобренных виз. Говорится в заявлении ДИП представительства. Не исключено, что в ближайшие дни правительство Чехии смягчит запрет, но сейчас дела обстоят именно так. Постановление Минздрава действует до 31 июля, но может быть продлено или прекращено досрочно в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации в Российской Федерации. Так что, друзья, тоже такая не совсем хорошая новость для россиян. Все обрубано, все закрыто. Но посмотрим, что будет дальше. То ли это какие-то политические качели, то ли это действительно ситуация с короной такая. Ну а я хочу напомнить всем нашим соотечественникам про въезд в Украину и выезд с Украины, то есть въезд в Чехию, о тех правилах, которые действуют сейчас. Значит, въезд в Украину 17.06.2021 года, въезд в Украину всем гражданам Украины осуществляется без необходимости проведения самоизоляции. То есть можно спокойно въезжать в Чехию для Украины. Зеленая зона, соответственно, можете спокойно въезжать без всяких тестов, без всяких самоизоляций. Просто приехали и все. А у въездов в Чехию здесь чуть-чуть другие обстоятельства и другая ситуация. Значит, читаю. Другая. Перед подъездкою до Чехии пройти тест ПЦР в акредитованній лабораторії в Украине походження, наприклад, в Украине, та отримати письмове підтвердження про його результати. Дітям до пяти років можна не проходити тести. Строки тестування відраховуються від моменту здійснення тесту до моменту початку поїздки. Наприклад, тест ПЦР потрібно зробити найпізніше за 72 години до вилюту з України. Потім подати підтвердження про заповнення форми прибуття та проходження ПЦР-тесту у випадку запиту на прикордонному гардоні чи при переїжді з місця проживання. Не раніше, ніж за 5 днів і не пізніше, ніж за 14 днів після в'їзду на територію Чехії за свій рахунок пройти ПЦР-тест у Чехії. До моменту надання цього другого негативного тесту дотримуватися самоізоляції і в місці проживання чи перебування. Працівники та студенти також зобов'язані подати результат другого негативного тесту своєму роботодавцю чи навчальному закладу. У будь-якому випадку протягом щонайменше 14 днів після в'їзду до Чехії необхідно поза домом носити респіратор без дихального клапану, який відповідає всім технічним вимогам згідно відповідних норм. Наприклад, ФФП-2, КН-95. Так що, друзі, ось такі в'їзду, ось такі правила. Це все є на офіціальних сайтах і посольства України в Чехії, і посольства Чехії в Україні. Вся інформація є, ми це теж підтверджуємо. Тому, якщо хтось там пишет, як в'їхати, як обмануть, у мене не спрашивали, у мене ще там що-то не робили, це, ребят, все на свій страх і ризк, ось вони, офіціальне правильне. Якщо поймають, дай Бог, там, і у вас не буде там с собой теста на руках, то просто знаю, що высадять з автобуса і не пустять в самоліт. Це 100%. Ну і закінчим цей выпуск на дуже хорошей новості. Рані ми публіковали новість, що чешське правительство хотіло зробити для всіх іностранців єдиний вид страховки ПВЗП. Так вот, ребят, получил інформацію, що Сенат відклонил предложення о тому, щоб іностранці своєджі должны були іметь коммерческу страховку, исключительно у страховой ПВЗП. Вместо цього Сенат хоче зробити реестр медицинського страховання для іностранців, які будуть ввести чешське единиство страховщиків. Так що, ребят, крутая новість на самом деле. На цьому ми і закінчим на цій хорошій ноті. Поэтому всем спасибо за ваше внимание, за ваше просмотре. Надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, репосты. Ну і ділите своєю мнення в коментарях. Ну а ми вже увидимся в следующих випусках. Всем удачі і до нових встреч. Пока-пока!